Добрый день! Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Зовут меня Олег Дмитриев и, как всегда, в это время мы обсуждаем, а что же происходит на финансовых рынках, что там задумали опять эти непонятные создания по имени инвесторы. И чего нам ждать от этого? Чего бояться нам, простым обывателям? Мы же не в курсе, что там происходит, а, естественно, все это на нас в конечном итоге отражается. Вот об этом сегодня и поговорим. Тема такая «Основные события на мировых рынках и их влияние на Россию». Прежде всего, сегодня в студии, сегодня в гостях «Сухого остатка» Олег Ельцов, главный трейдер Росевробанка. Добрый день, Олег. Добрый день. И в студии Андрей Шенк, старший аналитик «Инвест-кафе». Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, вы тоже можете к нам присоединиться. Как всегда, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. ФМ, звоните, пишите, спрашивайте, а то и отвечайте. Все действительно очень интересно. Ну, как минимум, наверное, мы с этого начнем. Чуть позже только, да. Что-то происходит за океаном, все взоры притянуты, да, именно к этим событиям. И мы, соответственно, переживаем. А что если, а что если, как это все у нас-то, у нас-то беда. Ладно. Значит, начнем традиционно. Картина маслом я рисую. 15.08 в Москве. Итак, что же к этому моменту произошло на финансовых рынках? Вчерашнее закрытие американского, американского рынка, да, американской торговой сессии в минусе, я смотрю. Минус 9 десятых процента потерял Доу Джонс, 8 десятых СНП и NASDAQ, почти процент. Далее, сегодняшняя торговая сессия в лице азиатских индикаторов. Никеев в плюсе на 2 десятых. Шанхай композит больше, чем процент вырос. Далее, Европа в Фуции сейчас снижается на 7 десятых процентов. А наши, наши, как это приятно говорить сейчас, а наши, да, фондовый рынок растет. Индикатор по имени РТС прибавляет 9 десятых процента. ММВБ, ну, как всегда, чуть скромнее, 8 десятых процента. Рубль, рубль мало-мало-мало-мало падает. Так, смотрим далее. Сырье и рынок Форекс. Нефть марки Брэнк, 109 с полтиной стоит бочка. Тоже неплохо. Лайтсвит, 103,40 за баррель. И золото, 1322. Ну, достаточно уверенно, по крайней мере, в прошлой неделе, держится выше 1300 долларов за омсу. Наверное, это знак. Кстати, о золоте сегодня, да, Олег, как всегда, ты мне обязательно расскажешь. Это традиционно, да, когда ты в студии, это традиционный разговор. Далее смотрим на Форекс. Что, евро-доллар выше 1,35. Да, попытка закрепиться выше 1,36 не получилось. В пятницу снижение, да, в понедельник небольшой. То есть, сейчас 1,35,74. Ну, диапазон, на самом деле, смотреть все ходит в диапазоне. Особых движений нет на рынках, по большому счету. И набор голубых фишек быстренько сейчас я прочитаю. Ну, давайте так, в основном все растет, это понятно. Хуже рынка Роснеф сегодня, символички 0,01% в минусе. И Ростелеком, обычка тоже 0,03%. Остальные хороши. Например, Газпром больше процента, 148,60 стоит бумага. Норникель больше процента, 1,5% Лукойл растет сегодня. Процент Автоваз, вот. Далее, 9,10 Сбербанк, 6,10 ВТБ, 8,10 Сургут. И даже 1,10 скромный Уралкалий сегодня тоже в плюс. Ну что ж, все неплохо, все неплохо. Хотя могло быть и лучше, я так думаю. Давайте начнем. Итак, собственно, основная тема, еще раз повторю. Мы обсуждаем сегодня события на мировых рынках. И как они в конечном итоге будут влиять на Россию. Андрей, с тебя начнем. Ну и, собственно, тема номер один на всех полосах. Ну, конечно, основное событие это у нас то, что происходит в США. Паралич. Паралич в Конгрессе. Не удается договориться. Все стороны требуют каких-то своих. Обама хочет сохранить программу, свою здравоохранение в полном составе. Все республиканцы говорят, что, собственно, наращивать расходы сейчас вредно. Договориться не могут. Парализовали правительство. Теперь не выходит важная статистика. Собственно... Кстати, payrolls в пятницу так и не было, да? Не было, не было. Сейчас, возможно, тоже не выйдет торговый баланс. Но это не столь принципиально. Конечно, payrolls гораздо для нас важнее вместе с безработицей. Но, в целом, сейчас уже, как бы, такая прошла позитивная новость. Сказали, что, в принципе, будут выплачены зарплаты тем сотрудникам, которые ушли сначала в неоплачиваемый отпуск. Теперь оказывается, что в оплачиваемый отпуск. Это немножечко негативный эффект снизит от этого всего происходящего. Однако... Для тех сотрудников, как минимум. Как минимум. Ну, и для экономики США в целом тоже. Там довольно весомый, существенный был бы вред. То есть, там где-то 0,2% пункта ВВП мог бы потерять от этого темп роста, я имею в виду. Ну, здесь сейчас основной вопрос все-таки уже переходит из бюджета, который, скорее всего, рано или поздно все равно примут к повышению потолка госдолга. Вот здесь ситуация гораздо серьезнее, потому что в случае дефолта, ну, есть разные сценарии, но никто точно не знает, что будет происходить. Это понятно, но мы про все сценарии обязательно сегодня поговорим. Вот, да. То есть, но, как бы, пока рынок все-таки, ну, как мы видим, по динамике считает, что дефолт не будет, он невероятен, стороны договорятся. В принципе, в прошлый раз, когда повышали потолок госдолга, тоже, по-моему, в последнюю ночь, ночью сидели конгрессмены, принимали решение, приняли, подняли потолок, все было хорошо. Я думаю, что что-то такое же может случиться сейчас, потому что все-таки политические риски для каждой из сторон, кто, так сказать, застопорит это решение, довольно высоки, потому что каждая сторона сразу же начнет обвинять другую. Республиканцы говорят, 58 раз поднимали потолок, хватит. Демократы говорят, почему бы не 59-й не поднять, экономика растет. Конечно, ну, ладно, 60-й, да, круглую цифру, а то 58, а почему не 59, допустим, конечно. Я тут логики тоже не вижу. Пугают, что если там дефолт, все, экономика замедлится. Ну, в этом есть некоторая логика, конечно, здесь каждый из сторон преувеличивает, я думаю, не так все будет страшно, по крайней мере, как-то справлялись. В целом, ну, даже если случится какой-то дефолт, какая-то перезагрузка и такой скачок американской экономики, наверное, тоже будет позитивным. С другой стороны, замедление рост сейчас просто на корню уничтожит все старания Бена Бернанки по... Все слабые ростки. Все, да. Ладно, мы сейчас, чуть позже, Андрей, спасибо огромное, чуть позже поговорим. Олег, смотри, все, что происходит, это политический кризис или все-таки экономический? Я не могу назвать это кризисом пока, потому что кризисом это станет в случае, если произойдет непредвиденное. Если вдруг там с бюджетом возникнут какие-то накладки или же потолок госдолга не будет поднят. Но это сценарий такой из области фантастики, потому что, в общем, сомнений... То есть то, что сейчас происходит, это не кризис еще? Пока нет. Ну, во всяком случае, если посмотреть на статистику, то никакого кризиса нет. Наоборот, статистика выправляется и в Штатах, и в Китае. Если посмотреть на PMI Китая, он в третьем квартале продемонстрировал уверенный рост все три месяца. Но отечественные инвесторы, они не верят в кризис, потому что, несмотря на то, что Америка снижается, несмотря на то, что много Армагеддона в Блумберге, тем не менее, наши рынки стоят на месте, наши рынки растут. Вот. И я думаю, что наши инвесторы отечественные читают твиттер Барака Обамы, который, в общем-то, всех успокаивает каждый день и пишет в своем твиттере, что договоренности будут. Обещаю вам. Обещает. Дорогие российские инвесторы, я, Барак Обамы, так там примерно написано? Ну, можно и так. Ну, я подписан, конечно. Подписан, да? Да. И еще важно помнить, что в этом году, в прошлом году, действительно, ночью они уже приняли окончательное решение, а в этом году они же будут праздновать День Колумба. Совершенно. 14 октября. Да, и после этого, по-моему, то ли два, то ли три выходных будет. И как раз это выпадает на те самые дни. С 14 по 18, точно, точно. Так что американцам придется работать в празднике. В празднике. Не, а подожди. А по-другому тогда. Поскольку, это американцы говорят, поскольку у нас праздник, ну, достаточно серьезный, да, национальный праздник, то мы не можем решить этот вопрос, потому что у нас будут выходные-то. Ну, пофантазировать можно. Можно, да? Хорошо. Ладно. Давайте мы пофантазируем. Ну, не столько пофантазируем, сколько все-таки надо обозначить, да, какие-то варианты. Их, как правило, два. Вот об этом мы поговорим. Сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ. А потом прервемся. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Олег Ельцов, главный трейдер Росевробанка, и Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе. Мы обсуждаем основные события, происходящие сейчас на мировых рынках, ну, или в мировой экономике, может, так правильно будет сказать, и как они влияют на Россию, ну, и на рынок российский. Еще раз напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Вы можете позвонить или написать нам свои мысли, озвучить. Ну, а пока озвучиваем мысли, да, моих сегодняшних коллег, гостей. Олег, давайте, ну, не пофантазируем все-таки какие-то варианты. Вот, я так понимаю, все-таки, да, проблема бюджета, вот этого текущего, в текущий момент, что происходит, она во многом надумана, да, хотя, конечно, она есть. Не то, чтобы она надумана, нет, она, конечно, присутствует, просто очень сложно поверить в то, что вся политика, которая была направлена на то, чтобы реанимировать экономику, чтобы накачать ее деньгами. Вот из-за этого, да? Из-за этого? Да, что они все-таки допустят, да, я думаю, что все-таки договоренность в любом случае будет найдена. Другой вопрос, под каким соусом, и они могут поставить какие-то определенные условия на следующий раз, то есть оставить за дело на следующие переговоры. И, опять же, поскольку это политический вопрос, там, естественно, какая-то из сторон должна идти на уступки. Обычно это бывает как? В каких-то вопросах Конгресс идет на уступки, в каких-то Белый дом. Вот, потому что в прошлый раз, я помню, они добились того, что вопрос потолка госдолга, конечно, в итоге может решаться уже без участия Конгресса. То есть теперь потолок может поднимать Белый дом. Что будет в этот раз, сказать сложно. Да, да, насколько я помню, там те же самые демократы, да, могут этот процесс запустить. Единственное, что там должно быть, по-моему, не меньше двух третей, да, членов Конгресса, которые за это проголосуют, что президент самостоятельно это решение принимает. Андрей, Андрей, ну все-таки вот к этим вариантам, да, к этим вариантам. Ты несколько раз употребил, да, термин дефолт, 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 дефолт. И, насколько я понимаю, предполагаешь, что даже если страшную эту историю представить, что штаты объявляют дефолт по своим обязательствам, то после этого жизнь не закончится? Нет, конечно, здесь все не так плохо. То есть, в принципе, дефолт это же не начало там апокалипсиса, там войны или что-то. Просто по обязательству будут исполняться, но будут исполняться позже. То есть это технический дефолт. То есть, скорее всего, будут изменены графики погашения. Дефолт, 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 д нет другой экономики, которая может принять столько денег, столько инвестиций, при этом оставаться такой стабильной. То есть есть, конечно, Китай, но инвестировать в Китай довольно трудно. Там закрытый рынок, там государственное регулирование. Есть развивающиеся рынки, но на них постоянно что-то происходит. Где-то высокие политические риски, где-то высокие экономические риски, где-то... Если говорить о Китае, он сам один из крупнейших держателей долга Соединенных Штатов Америки. Да, то есть здесь как бы будет некоторый эффект на как раз на развивающиеся рынки с точки зрения переоценки вот этих активов, но... Ну давай вот о переоценке, смотри. Ну предположим, опять мы сегодня гипотетически тогда фантазируем, предположим, вот эта страшная история случилась. Американцы объявляют, ну может быть там сразу каким-то образом предлагают реструктуризировать. Но тем не менее в моменте, Олег, что происходит, да? Мы сразу видим, что... В моменте паника начинается. Паника, вот-вот-вот-вот. Апокалипс, он оттуда начинается, от паники. Ну паника это паника, а с другой стороны, что касается вот тех же самых резервов, ну с одной стороны резервы это актив, то есть актив имеющий стоимость, но мы можем с него получать прибыль там за счет кэшфлоу, то есть за счет вот этих платежей по долгам, а можем получать за счет его продажи. Он упадет в моменте в цене, но если нам использовать резервы сейчас не нужно для каких-то текущих целей, то... Ну не будем их продавать. Да, и держать, да, и держать, то есть они, как это называть, бумажная переоценка, да. Ну ты вот иррационально, конечно, я боюсь, что, да, инвестор, мировой инвестор вот в этот момент вряд ли будет так рацию рассуждать на эту вещь. Все, да, как правило, все начинают резко все сбрасывать. И вот здесь еще один интересный, ну мне показался момент, а во что, ну опять традиционно, да, если когда что-то происходит, да, все там избавляются от того, что может сильно просесть в цене, в чем, и ищут какой-то актив, в чем можно капитал свой сохранить, да, что-то такое, актив убежища, ну да. А вот в этой ситуации, вот доллар-то, он ведь тоже не будет активным убежища, и те самые долговые обязательства им тоже, да, они сильно пострадают. Что может выступить? Ну, смотря о чем идет речь, речь идет о, скажем, частном инвесторе небольшом, который владеет... Ну я думаю, что для рынка небольшим счетом. Или речь идет о крупных суммах. Да, об институциональных, наверное, инвесторах. В последнее время всплеск наблюдается на рынке недвижимости, не в каких-то непопулярных, скажем так, зонах, но, тем не менее, практически во всех странах, там, где недвижимость, это ликвидный актив. То есть в основном это туристические какие-то точки, столицы, и это означает, что люди уже начали искать, скажем, актив убежища. Ну или, как минимум, альтернативу какую-то, да? Да, и в данной ситуации инвестиции в недвижимость можно считать как инвестиции в некий актив, который, если и просядет, то, во-первых, не сильно, во-вторых, останется ликвидным. Потому что банки уже перестали так агрессивно сбрасывать недвижимость в той же Европе. Плюс ко всему, азиатский регион очень сильно, очень быстро развивается, поэтому там тоже есть всплеск на рынке недвижимости. Если говорить об активах, то пока я вижу именно этот. То есть рыночные активы на время уйдут на второй план. Единственное, некоторые инвесторы предпочтут на просадке зайти в реальные активы. То есть взять бизнес, не который делает деньги из воздуха, а у которого есть самые настоящие реальные активы, которые можно будет потом просто реализовать. То есть это какие-то шахты. Та же недвижимость, да? Ну, та же недвижимость. Производственная. Андрюш, а ты как видишь ты вообще, вот куда побежит инвестор? Потому что, еще раз повторю, конечно, вот мы сейчас рассуждаем, ну, дай бог, чтобы этого не случилось, раз. И два, что мы сейчас имеем возможность спокойно, да, в какой-то степени оценивать ситуацию. И тогда этого спокойствия не будет. Ну, действительно, действительно, я согласен, что недвижимость может стать таким неплохим активом, что будут покупать. Хотя, конечно, ну, если вот так говорить масштабно, то отток средств, который может пойти в случае дефолта, он просто разогреет рынки недвижимости, те, которые... То есть цены взлетят, наверное. То есть рынка просто не хватит для того, чтобы все эти деньги принять. То есть это должен быть, все-таки я считаю, что здесь это должен быть какой-то из рыночных активов, причем из тех активов, которые могут принимать чуть ли не ограниченную ликвидность. То есть из, мне известно, практически не ограниченную. То есть это сопоставимо по рынку, там, ну, образно говоря, не совсем долгом США, но что-то такое большое. То есть это либо нефть, либо золото. Но золото у нас с апреля ведет себя очень, очень так... Коварно. Да, коварно в силу того, что оно стало реагировать, ну, это моя оценка, что оно реагирует исключительно на новости вот там по КУЕ. И вот какой-то спекулятивный актив стал. То есть оно стало рисковым активом обычно. Да, но не исключено, что все-таки в силу только в экстренной ситуации, либо по старой памяти, либо пересмотрев свои взгляды, туда могут залиться какие-то деньги. Могут залиться вот в недвижимость, в нефть, в золото. То есть вот в нефть, как, ну, это традиционный топливо. Это, то есть почти как то, что говорилось, покупать производство, только покупать сырье, а не производство. Но в данном случае тоже, я думаю, довольно рациональный шаг, потому что, в принципе, реальный сектор экономики растет, значит, сырье будет нужно. Покупать там металлы, ну, образно говоря, никель, медь, алюминий, их и так на складах столько, что сейчас их докупить, это потом их не реализуешь. С этим большие проблемы, да. То же самое с углем, то есть если покупать угольные активы, ну, там такая же проблема, рынок, там, предложение зачастую превышает спрос, иногда спрос немножко быстрее, чем предложение растет, но в сумме там слишком-слишком много угля на рынке, поэтому эти активы сейчас вообще, в принципе, не особо интересны. Вот, поэтому я думаю, что это что-то должно быть очень большое, что-то очень ликвидное, что-то, что действительно можно потрогать руками. Что-то очень большое и что-то очень красивое. Я же не случайно тебе этот вопрос задал, Олег, да, почему бы про золото ты отмолчался? Ты не считаешь его вот альтернативой? Я просто ждал свою очередь. Ждал своего часа, давай, твой час настал. По золоту, первая часть снижения, которая была, мы уже выяснили, что это была фиксация цен компаний, которые поставляют золото на рынок, то есть это компании, добывающие золото, им было выгодно, потому что себестоимость сильно ниже рыночной цены была, поэтому там они устроили такое ответственное падение. Сейчас идет снижение золота, ну оно немножко замедлилось, но тем не менее нет активного спроса, потому что один из основных потребителей золота Индия, у них там наблюдаются проблемы теперь, потому что они сами, государство для своих граждан создает определенные трудности в покупке золота. И у них из-за этого спрос падает просто колоссально, из-за этого тоже спекулятивные есть продажи в золоте. Но я тоже считаю, что рано или поздно это все закончится. Спешить, конечно, с покупками золота не надо, то есть прямо сейчас входить в этот актив не надо, но тем не менее, если мы увидим снижение куда-то в район тысячи, то это имеет смысл долгосрочно входить, потому что это будет очень привлекательная цена именно в долгосрочной перспективе, то есть там от трех лет и более. Ну а вот с точки зрения сценария, который мы тут апокалистического обсуждаем, с точки зрения дефолта, может золото как реальный актив, то, что Андрей предложил, быть альтернативой всех бумажных? Сложно сказать, потому что в 2008 году, когда складывался рынок, золото абсолютно так же сложилось. Это, конечно, потом уже, когда включили печатный станок, золото начало расти с опережением. Ну на ожидании инфляции. На ожидании инфляции, да, антиинфляционный актив, а в ситуации, когда начинается паника, в общем-то, уходят из любых активов. Ну, раньше бежали в доллар, сейчас уже пошли разговоры по поводу того, что доверие к доллару будет потеряно в случае, если там... Ну, в случае дефолта, вот смотрите, да, парадоксально, с одной стороны, да, действительно, если США объявляют дефолт, ну понятно же, какой доллар может быть. Ну, тем не менее, даже на опасение мы там периодически видим... Здесь есть такая тонкая грань между тем, что такое обычная валюта, и что такое доллар. Просто проблема в том, что многие товары, то же самое золото и нефть, они номинированы в долларах, чтобы купить их, надо купить доллар. Поэтому здесь стоит различать между там валютой, как валютой внутри государства, и долларом, как там мировой валютой. Ну, я обычно говорю, есть локальные валюты, а есть глобальные валюты, и уж не надо забавить, уже она мировая, резервная. И поэтому сейчас азиатский регион активно договаривается со своими соседями, чтобы покупать все активы уже за другие валюты. В том числе рассматривается рубль, японская валюта, иена, и юань. Ну да, ладно, хорошо, давайте еще раз прервемся, слышали, да, время пошло, и сейчас слушаем новости, а потом продолжим. Итак, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.фм, продолжаем обсуждать мы основные события мировых площадок, мировых рынков, и, соответственно, их влияние на Россию. Напоминаю, сегодня в студии Олег Ельцов, главный трейдер Росевробанка, и Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе. Еще раз, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, ну что ж, хватит нам про Америку, или поговорим еще немножко. В общем, мы уже практически все разобрали. Мы все варианты разобрали, а, кстати, все варианты, а хороший вариант, договорились, все решилось, да, видим, коррекция какая, ну или как минимум там боковая, в диапазонах все стоят, я так понимаю, на этом фоне, да, все боятся. А все решилось, и что? Ну, я думаю, что не может быть такого, чтобы в мире не было какого-то новостного фона, я думаю, что сразу мы переключимся на декабрьское заседание ФРС. Нет, это нормально, ну а вот в моменте, да, решили? Я думаю, в моменте, конечно, будет какой-то подъем, но сейчас все-таки не было такого, чтобы все сильно упало, то есть потенциал ограничен, тем более сейчас все-таки начинается корпоративная отчетность США, и она, я думаю, что она постепенно какую-то часть информационного фона будет съедать в случае, если все решится хорошо. Я не думаю, что будет какой-то резкий скачок вверх, хотя плавный рост, в принципе, возможно, ну, там пару дней, наверное, мы порадуемся, как это принято, но потом... А принято только пару дней радоваться последним, кстати, в последнее время, да, в прошлом году QE2, QE3 объявили, пару дней порадовались, сейчас, значит, Феда говорит, сокращать не будем, пару дней порадовались. Я бы поправил немножко, пару дней пофиксировались. А, все-таки, да, или там выпрыгивали из шарков. То есть на выносе просто, да, выпрыгнули те, кто уже покупал на ожиданиях. Давайте, вот, пришел вопрос нам от Владимира, давайте я его прочту, и, может, эту тему тогда мы немножко локализуем. Значит, Владимир пишет, разве вопрос в том, продлят или нет? Конечно, продлят. Вопрос в том, а кто им в долг даст? Угу. Если я правильно понимаю статистику, за последние полгода спрос на американские активы снижался аж пять месяцев подряд. Не потому ли Федрезе продлил программу выкупа, что кроме него желающих покупать немного, да и денег у потенциальных инвесторов поубавилось, особенно у нас? Олег. Это абсолютно верное замечание, да, потому что, действительно, если взглянуть на долгосрочную статистику по объемам на американском рынке, объемы с 2008 года постоянно снижаются. То есть там пик был в 2008 году, и с тех пор объемы постоянно падают, и мы сейчас находимся, если без переоценок... О рынке долго говорим, да? Не только, в целом, в целом о рынке. И объемы снижаются, и мы сейчас находимся, если не брать в расчет переоценки, которые за это время произошли, мы уже находимся на уровне примерно 1997 года, то есть конца прошлого века. Это говорит о том, что количество активных игроков на рынке постоянно снижается. Одним из самых активных выступает ФИЭД, и, в общем-то, вторыми по активности выступают крупные финансовые корпорации, которые вынуждены в любых условиях торговать, потому что у них есть некоторые обязательства, и самое главное, огромное количество активов и свободного кэша. Да, ну да, с этим нужно что-то делать. Это, мне кажется, крупный институт, конечно, Федрезерв и страны, которые держат свои резервы в Америке, то есть американский долг фактически держат. Этим странам тоже, по большому счету, деваться уже некуда, да? Потому что они его держат достаточно давно, они накопили его достаточно много, у них нет выхода. Ну, если исходить из расчета того, что американская экономика растет, там, ну, 2% в год, и даже если вот они будут расти 2% и выше, то, в принципе, еще ту же самую операцию, что они сделали в прошлом году, они потянут вполне. Здесь нет никаких рисков, и те же самые страны, в принципе, которые обычно являются покупателями американского долга, вполне смогут долг купить и получать с него свой кэшфлоу и жить хорошо, так сказать. Но, конечно, до бесконечности это продолжаться не может. Тут, конечно, республиканцы правы, что 58 раз мы поднимали. Да, до 60, может быть, до круглой даты дойдет, но, конечно, до бесконечности этого продолжать нельзя, потому что уже там долг, ВВП-долг уже соотношение довольно критическое. Если смотреть капитализация долг, то немножко получше, но капитализация все-таки распродавать американские активы, понятное дело, никто не будет за счет покрытия долгов. И здесь, конечно, уже назревает вопрос сокращения расходов все-таки, перехода от потребления к производству. Но, понятное дело, что текущая администрация, скорее всего, с одной стороны, этого делать не хочет, а с другой стороны, в принципе, выборы уже прошли и ничего не теряет. Поэтому здесь, понятное дело, если будет, на мой взгляд, какая-то договоренность, то договоренность такая, что мы это делаем либо последний раз и, так сказать, 60 раз оставляем про запас, если что-то пойдет не так, и начинаем все-таки работать над сокращением расходов. Что мы можем сокращать? Пересматриваем бюджеты, потому что, если все будет оставаться так, как есть, то уже через какое-то время, конечно, покупателям этот долг найти будет уже гораздо труднее. Ну и со снижением спроса, собственно, да, они будут в какой-то момент вынуждены сделать определенный технический дефолт, потому что реструктуризация останется единственным выходом. Вот, кстати, хорошую тему Андрей озвучил сейчас. Действительно, есть ли, на твой взгляд, Олег, есть ли такая тенденция внутри американской экономики, которая переориентируется все-таки с потребления на некое производство? Сигнальчики, по крайней мере, да, мы там периодически какие-то... Сигнальчики есть, но это глобальный экономический цикл, то есть у нас был длинный цикл экономики потребления, и даже если я там читал несколько интересных статей по поводу разнообразных циклов, в том числе циклов Кондратьева, Я, если честно, так до конца и не разобрался, не понял, да? Ну, там главная цифра, по-моему, да? Да, главная цифра, что мы, в общем-то, уже подходим к завершению очередного экономического цикла, и какой будет следующее, сказать сложно, но, скорее всего, действительно, это должен быть цикл производства, хотя он уже, в общем-то, был еще до экономики потребления. Поэтому, может быть, сейчас будет что-то иное, может быть, какое-то другое решение найдется американская экономика. Ну, ладно, поживем, увидим. Давайте тогда к нашим реалиям. Итак, ну, начнем от печки, что называется. Очевидно, да, что события из-за океана, прежде всего, ну, и вообще события внешние, оказывают влияние на все, что происходит внутри России. Ну, и прежде всего, мы говорим о рынке фондовом Российской Федерации. Андрей, на твой взгляд, да, как он, насколько он сейчас убедителен для внутреннего инвестора? Ну, сейчас рынок все-таки показал за последнюю неделю и за вчерашний день, показал себя с хорошей стороны. Все падало, как уже было отмечено в начале программы, кроме, наш рынок показал неплохую динамику, там, по-моему, ну, где-то 0,4%, мы подросли вчера. То есть, в принципе, есть какой-то приток средств, значит, кто-то покупает наши активы. Здесь, я думаю, что все-таки такая позиция, что все-таки исходит из того, что дефолта не будет, апокалипсис не случится. И, в принципе, просто, скорее всего, наш рынок, он сохранит, ну, сохранит вот эти какие-то позитивные моменты, которые начали в последнее время появляться. То есть, здесь, может быть, какой-то эффект сложился от того, что были какие-то вот, ну, заявления. Сейчас идет некоторая такая активность в плане каких-то сделок, вот, ну, объявили о выкупе. Ну, внутренних, да, я помню. Да, какая-то, ну, с точки зрения все-таки инвестиционного климата, вот эта висевшая такая над Роснефтью с миноритарием ТНК-БП проблема все-таки была решена в пользу того, чтобы их акции выкупить. Там вопрос цены, но, с другой стороны, это было сделано. То есть, может быть, какие-то такие вот моменты, они, на самом деле, с одной стороны, они, ну, такие, не дают резкого эффекта, но, в принципе, на рынок оказывают позитивное влияние. Ну, как минимум, поддерживают его. Ну, как, по крайней мере, они поддерживают голубые фишки, по крайней мере, хотя бы одну из них, и позволяет поддерживать рынок в целом. Ну, часто мы говорим о том, да, что набор голубых фишек, а может быть, даже и всего лишь несколько, да, в целом создают некий эффект позитивный на российском рынке. А кто покупает сейчас наш рынок, Олег? Ну, я так понимаю, что есть конвертация в рубль, сейчас идет приток капитала, я не знаю точно, кто именно, но, скорее всего... Да, это иностранные фонды, но пока, да, пока не крупные, потому что, как только придут крупные объемы, там рынок полетит совершенно по-другому. Там, когда приходит серьезная сумма денег на наш рынок, выкупается сразу первый эшелон, за которым начинает тянуться второй. Пока этого движения нету, есть движение в отдельных акциях под отдельные идеи, есть движение в Газпроме, который, в общем-то, хуже всех остальных долгое время держался, и поэтому сейчас просто идет откат, потому что продавцы закончились. Вот, а говорить о том, что глобально началось вот такое серьезное восходящее движение на нашем рынке, пока преждевременно нужно дождаться, пока состоится резкий вынос голубых фишек, после чего потянутся эшелоны, то есть начнут покупать какие-то сетевые компании, уже начнутся какие-то фундаментальные идеи, то есть компании, которые чувствуют себя неплохо, которые показывают прибыль, у которых рентабельный бизнес, и, в общем-то, их можно купить, но сейчас их пока никто не покупает. Соответственно, необходимо, чтобы общее движение рынка было стремительно вверх, тогда начнется уже скупка всего, что плохо лежит. Я думаю, что, в принципе, еще так подогревать интерес к рынку может, конечно, вот это решение с дивидендами, которые могут принять на счет этих 35% МСФО, это, конечно, резкий позитив для инвесторов, для фондов, которые ориентированы на дивиденды, да и, в принципе, для всех, кто... Для частников, конечно. Да, для частников, то есть здесь это тоже может подогревать некоторый интерес, хотя, конечно, это решение спорное с точки зрения вот такого, ну, с точки зрения экономики, как обязаловки такой на компании, ну, понятное дело, что у нас большая доля государства, и там повесить на них такой отток денежных средств в обязательном порядке, без исключения, это, ну... Ну, не совсем правильно, потому что это будет приводить в некоторых случаях к ограничению инвестиционных программ, то есть ограничению роста. В некоторых случаях может вообще привести к росту долга, если инвестиционные программы обязательные, они большие, потому что все-таки у нас инвестиционная программа идет вне основной отчетности, и на чистую прибыль так не оказывает влияния, то есть она, скорее, на денежные потоки, и поэтому здесь это вопрос спорный, но как минимум, то есть в какой-то краткосрочной перспективе вот принятие этого решения, оно способно простимулировать, и, возможно, это, ну, на будущее сейчас закладываются вот эти покупки, которые идут, это расчет на будущие дивиденды от крупных компаний, потому что доходность там слит к текущим довольно низким ценам нашего рынка, там, ну, довольно серьезные. — Смотрите-ка, еще один момент, вот я сейчас подумал о том, что, ну, дай бог, все разрешается там у них позитивно, это повод для того, чтобы риск, ну, развивающиеся рынки покупать, Олег? — Я думаю, что это повод. — Или мы увидим опять то, что было все полгода? — Рождественское ралли никто не отменял, то есть в любом случае у нас сезонный фактор, ноябрь-декабрь, традиционно на нашем рынке складывается неплохо, ну, и первое месяце Нового года. Вот, я думаю, что если вопрос будет решен, как, в общем-то, и в прошлый раз, нас ждет очередной ралли. Пока сложно сказать, какой горизонт, да, и какой потенциал, самое главное, этого ралли. — Потому что правильно, в принципе, да, Андрей говорил, что даже если сейчас мы растем, а потолок-то близко там, да, ну, сколько там, 5-10%, наверное, максимум. — Ну, потолок, он легко прошибается, его можно менять, демонтировать каждый раз, но ставить новую повыше. — Да, просто помимо дивидендов, сейчас еще появилась новая идея на нашем рынке, это конкретно рост капитализации, без учета того, влияет это на рентабельность бизнеса или нет. — Потому что та же самая Роснефть, она скупает активы со всего рынка по, в общем-то, завышенным ценам. Но, тем не менее, рано или поздно это все равно вызовет всплеск в акциях, потому что капитализация растет по экспоненте. — Согласен. Еще раз новости послушаем, потом продолжим. — Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его часть у нас осталась. Я напомню, мы обсуждаем события в мировых рынках и их влияние на российскую действительность. У меня в гостях Олег Ельцов, главный трейдер Росевробанка, и Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финнам.фм. — Ну, к российской действительности. Давайте поговорим еще о том, а что, на ваш взгляд, какие перспективы у национальной валюты, Андрей? — Ну, сейчас... — Тебя, как россиянин, например, все это должно, безусловно, интересовать. — Ну, с одной стороны, как потребителя и пользователя, валюта — это одно. С другой стороны, какой это эффект глобальный для экономики, это другое. Сейчас вроде есть тенденция, долгосрочная тенденция к ослаблению по отношению к доллару. Конечно, сейчас валютный рынок может немножечко залихорадить в связи с предстоящими событиями, но в целом, я думаю, что тенденция меняться не будет. В целом, будет некоторое смягчение, ослабление рубля к доллару. Это, в принципе, неплохо для нашей экспортно-ориентированной экономики, но плохо для импортно-ориентированных потребителей. Ну, обычных жителей, которые покупают импортные товары. Ну, здесь, конечно, это, с одной стороны, дает некоторую конкурентоспособность нашей экономике, с другой стороны, негативный эффект в виде роста цены импортных товаров. Я думаю, что долгосрочная тенденция сохранится, ну, где-то, наверное, до 33-34 рублей за доллар в ближайшие 2-2,5 года мы можем скатиться. — 2-2,5 года? — Да, сейчас конкретно краткосрочные идеи, все, конечно, очень сильно зависит, во-первых, от того, что будет или не будет дефолта, и дальше, что будет или не будет делать Бен Бернанке и его система, которая выкупает активы с рынка США. То есть, от этого зависит, в принципе, позиция доллара, позиция евро, естественно, что будет с рублем. Конкретно, если пойдет, конечно, капитал в Россию, как мы уже обсуждали в предыдущей части, здесь, конечно, может немножко эта ситуация поменяться, потому что, если конвертация будет в рубль, то он будет немножко укрепляться. Но я думаю, что это не перспектива ближайших 2-3 месяцев. Поэтому, ну, в краткосрочной перспективе я вижу где-то вот этот диапазон, который есть сейчас, то есть это там 32-32,5. Вот я думаю, что выход за рамки вот этого диапазона будет недолгим, если он будет происходить. Да, если будет для этого причина, да? Да. Я понял. Олег, что-то хотел спросить, я ну давай начни отвечать, а потом я вспомню, что хотел спросить. Если по отечественной валюте, то я, в принципе, тоже не жду сейчас резких колебаний. Единственное, что мне кажется, может спекулятивно еще немножко продавить его вниз попробуют. Подожди, давай, чтобы было понятно. Это спекулятивно продавить валютную пару доллару-рублю. То есть рубль укрепится. То есть рубль укрепится, да. Но это опять же, это и за счет спекуляции, и за счет конвертации в рубль, потому что появляется определенный интерес. К российскому рынку, да? Да, к российскому рынку. Но я бы на конвертацию, если честно, там много-много не отдавал, потому что, ну, 31,75, 31,50 нарисовать второе дно, если с точки зрения технического уже анализа. И дальше все равно долгосрочная тенденция, я согласен, она продолжится. В общем, рубль будет слабее, потому что для нашей экономики экспортной вообще это единственный способ. Потому что дорожающая, растущая нефть, дешевеющий рубль, и в наши резервы уходят совершенно колоссальные дельты. То есть с каждого экспортного дня там резервный фонд накапливает что-то порядка... В прошлый раз мы делали раскладки, считали, да. Каждый день там, или не каждый день, в неделю у них получается около триллиона. Ну, то есть какие-то сумасшедшие суммы. Ну, тут стоит еще оценить такой эффект, что, в принципе, газ сможет подешеветь в долгосрочной перспективе, потому что сейчас все-таки говорят о том, что там происходит какая-то сланцевая революция. Насколько это, конечно, стоит отдать экспертам по газу и газовому рынку. Но в целом не исключено, что цены будут падать, потому что если США, это факт, начинает экспортировать газ, значит газовый рынок может упасть. Конечно, остается нефть, но вот этот эффект должен быть чем-то нивелирован. Падение цен на газ хотя бы для нашего бюджета. Собственно, для этого хотя бы точно нужно немножечко... Робльта и... Девальвировать. Да. Я понял. Вспомнил я, что хотел спросить. Андрей опять мне бросил этот мячик. Ну, дай бог там пройдет совсем немного времени. Сколько? Полторы недели осталось у нас до времени Че. Значит, все это дело разрешится. У нас новые таргеты будут, да, там. Либо это действительно отчетность американская компания, либо следующее взятие Федрезерва. Ну, и, так сказать, вот с этой точки зрения, в призме того, что сокращение КУЕ наверняка, ведь, да, придет к укреплению доллара в США и как результат к падению, ну, уж как минимум рубля-то точно. Это так? Так оно и есть. И, в общем-то, доллар долгое время рос на ожиданиях того, что в сентябре будет первое сокращение, то есть начнется вот этот новый этап. И его не произошло. Да, как мы видим, новый этап откладывается, и пока неизвестно насколько, потому что каждый раз прогноз переносится просто на месяц вперед. И много мнений, на самом деле, на рынке, но судя по тому, что они делают, и то, как они это делают, мне кажется, что все-таки дело дойдет до следующего главы Федрезерва, и уже после этого начнется какое-то сокращение, но, опять же, не сразу. То есть я немножко поменял свой взгляд на этот вопрос, потому что они всеми силами все-таки пытаются удержать эту политику, и последнее заседание говорит о том, что, в общем-то, перевес колоссальный. Там только один человек выступает против, остальные все за продолжение. Потому что основные таргеты по макроэкономическим показателям не достигнуты. Да, еще далеки. Да, еще далеки. И безработица, и инфляция еще не вышла на сливые уровни. Да, тем более вообще перестали нам статистику публиковать. Теперь, да, у них выходной долгосрочный. Да, ужас какой. Ты вообще как оцениваешь возможность изменения политики в течение оставшихся, сколько у нас, 2,5 месяца? И тоже очень интересно, по-моему, с Олегом мы это обсуждали, ну, в принципе, еще раз можем повторить. С тобой, естественно, нет. Кого на смену Бернанке? Ну, пока все кандидаты там не очень горят желанием сменять Бернанке. Здесь я, к сожалению, ничего так вот толком не могу сказать, кого могут назначить, потому что это, мне кажется, такой политический вопрос. Сейчас, мне кажется, это вообще отошло на какой-то второй, третий план. Что касается сокращений, мне кажется, что, ну, вот если это в этом году, то это декабрь, не раньше. Потому что октябрь все-таки сейчас, ну, октябрь, другие проблемы, ноябрь там, ну, тоже довольно рискованно. В декабре в конце года можно, но там как раз перед Рождеством сказать, что объявить, в общем, там и так небольшая активность, то есть какое-то время будет, чтобы там к чему-то подготовиться. Но на самом деле, я думаю, что, в принципе, судя по прогнозам, рынок уже закладывает, как ни крути, снижение... Возможность сокращения. Я лично уже заложил, это сокращение эффекта не будет таким просто катастрофическим от того, что скажут, что мы... Нет, если, конечно, скажут, что все, программа останавливается полностью, но будем надеяться, да, что такого делать никто не будет. Вот, поэтому здесь, в принципе, это вопрос, это вопрос, он будет интересным, если не будет других, более интересных вопросов. Вот сейчас появились более интересные вопросы, и этот вопрос сразу отошел. Потому что его вроде уже отмусолили на протяжении всего лета и сентября. Долго мы об этом говорили. Вот, и то же самое с главой ФРС. Это вопрос тоже, он станет интересным, когда это будет более актуально. Сейчас, в принципе, это не настолько актуально. У меня маленькое дополнение по поводу, скажем, по поводу важности этого вопроса. Я недавно читал статью одного известного финансиста американского, и он заявил, ну, как заявил, он, в общем, написал очень мудрую вещь. Он сказал, что, помните, первое предположение было, что Ларри Саммерс придет на смену. Потом он сам, в общем-то, включил заднюю, да, и ретировался. И мне, вот, судя по этой статье, становится понятно, что вот не будет меняться курс ФРС текущий, потому что они все учились в одних заведениях. У них у всех одинаковый, в общем-то, взгляд экономический, и человек, который не придерживается текущей позиции ФРС, те, которые, в общем-то, стараются в оппозиции быть, они не имеют никаких шансов стать следующим главой ФРС. То есть Саммерс, видимо, это понял заранее, да? Да, и поэтому, если и будет следующая глава ФРС, то это будет абсолютно тот же взгляд и абсолютно то же направление. Поэтому ждать, что сразу после смены главы ФРС произойдут какие-то колоссальные изменения, не стоит. То есть политика все равно будет продолжаться. Именно поэтому не стоит ждать снижения программы или сокращения программы раньше того момента, когда наконец, в общем-то, показатели выйдут на нужный срок. Ой, на нужный уровень. Ну, пока динамика такая, что они пока не стремятся выходить на этот уровень, хотя тут, мне кажется, есть некоторые ограничения в том, что продолжать политику выкупа активов, опять же, до бесконечности невозможно. Это прямой путь к тому, чтобы стать единственным покупателем на рынке этих активов и, собственно, просто создавать искусственный пузырь. Я думаю, что рано или поздно все равно здесь будет какое-то изменение. Даже если там это будет полностью преемник с идеями Бена Бернанки, рано или поздно над ним просто повиснет необходимость. Совершенно. Вот хотелось бы понять, действительно, рано или поздно, ладно, мы о сроках не говорим, но что должно случиться? То есть неужели цифра по безработице или 2% инфляции это повод для того, чтобы сказать, все, ребята, шабаш? Ну, официально, да. Но неофициально, конечно, там смотрятся, в общем-то, на другие вещи, на другие показатели. Или смена главы Федрезерва, да? Хотя, действительно, он будет наверняка приверженцем, продолжателем этой же традиции. Ну, формально, как Бернанки ушел, пришла, ну, та же Елена, ее приглашают, тем более она девушка, да, она скажет, ребят, ну, извините, все, заканчиваем. На девушку ведь, наверное, кричать сильно не будут и ногами топать. Ну, это как на Биулина пришла у нас. Совершенно верно. И вот она уже какие-то там серьезные вещи, причем, да, так все. А по факту ничего и не происходит. Ну, тем не менее. Вот что должно случиться, да? Это действительно реальные показания роста экономики или просто это какая-то формальность? А вы не допускаете, да, той возможности, что это все-таки очередной пузырь, который будет надуваться дальше и дальше? Тоже может быть. Ну, Андрей говорит, что допускает, что не может надуваться. Я думаю, что все-таки, с одной стороны, если бы была возможность, Федрезерв этот пузырь бы надувал, потому что политические решения, которые приводят к, там, не знаю, к росту безработицы или к какому-то спаду экономическому, принимать, наверное, очень трудно. Но просто есть инвестиционное сообщество, которое оно оценивает свои риски и совершенно с других позиций на это смотрит. То есть оно посмотрит так, что покупать эти активы мы не будем. Придется встать на землю, да? Да, здесь придется кому-то это решение принять. Андрей, спасибо огромное. Очень рад был тебя видеть. Олег Ельцов, Андрей Шенк. Сегодня были в студии Сухого Остатка. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке.